итак с вами панков в моем зале июль и валюшин вон там на стене и это такая новая рубрика панков концерт я не буду показывать какую-то отдельную технику я буду рассказывать о позиции возможно каком-то элементе движения для чего это нужно у меня накопилось достаточно много видеокурсов которые вышли на брж школ онлайн брж шкул 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 школа и некоторые из них вам может быть немножко трудно связать между собой да и вот этот панков концерт небольшой мостик от одного курса к другому курсу чтобы вы понимали как мы из одной позиции из одной ситуации из одного действия переходим к другому действию да возможно это ответить на ваши вопросы исправить это ваши ошибки которые вы допускаете именно при переходе из одного пункта к другому да итак первое с чем мы начнем это мы будем связывать проходы гарда у нас было супа на скуса был по ходу города у нас половинку по ходу города да и топ-контроль они змеют любимых так лишь ложить итак принципе вам всем понятно плюс-минус что такое он лежит у него ноги мы их берем как-то ими манипулируем убираем проходим гарт опускаемся на человеку проблему собственно две первое он не хочет давать нам выйти гарт и второе он даже когда гарт теряет хочет его восстановить о чем я говорю вот словно я прохожу гарт я захожу я убираю ноги между нами получается какое-то расстояние я два варианта я умный и я не очень первое я не очень умный я убрал ноги отпустил падающим вверх он втаскивает колени под себя я все еще не прошел гарт вторая история я помню я обошел я фиксирую я вхожу корпусом в него но он продолжает двигаться создает рамки создает дистанцию снова вставляет ну и так что общего у проходов гарда и у топ-контроля это работа на ногах и то и то основная ошибка в том что люди когда мы хотят я специально показываю рука про куда-то так сильно уприровано это несут важно как вы проходите вот я заходил первая ошибка вы убираете руки выходите упасть из человека вам кажется что пространство открыто и в то время пока вы летите вниз он просто подтягивает ноги к себе и вы падаете на ноги даже если он там не разворачивается не меняет позицию все вы упали нога дальше частая ошибка ваша вы упали нога вам кажется что вы хотите его поджать вы садитесь на колени и все это превращается в возьму если вы физически тяжелее сильнее вы можете переботаться но обычно заканчивается чем-то таким вот когда он восстанавливает вы куда-то залезли и это все у вас успеху не привело та же самая проблема когда вы проходите газ в принципе правильно контролируя ноги то есть я убираю я контролирую но он двигается то есть даже мое условие то что я контролирую его ноги и оказываю давление не позволяет мне нормально зарядить позицию и так как мне пройти газ как не добраться до топ контроля смотрите когда мы проходим газ так или иначе мы хотим ограничить подвижность его ног и немножко забрать пространство когда пространство много он вращается своими ногами он контролирует заправляет какие-то крюки да может заправляет гип-хук да то есть пространство много он и пользуется мы проходим газ поджимаем пространство мы это делаем либо руками то есть я блокирую его ноги и я поджал пространство ему неудобно функционировать ногами либо это сделал словно ногами да зашел например в леггаг тоже пространство ограничено да так вот по пути от прохода гага к топ контролю у нас возникает вот это вот условное расстояние то есть мы были где-то здесь не важно даже если в леггаге оно все равно здесь будет и надо нужно его запомнить проблема в том что мы не можем да телепортироваться то есть будет здесь в следующую секунду оказался здесь он уже работает для этого я использую свои ноги то есть что я делаю смотри я проходил гаг я контролирую его здесь он собирается меня встречать у меня есть две ноги я пытаюсь забрать пространство каждый из них по очередности допустим я иду классически работая вот этой ногой подставляю ноги сюда он начинает защищаться от этой ноги да то есть он начинает забыть он начинает ее блокировать рукой ногой он начинает выезжать смогу ли я перепадать весь его корпус одной ногой нет что у меня осталось пространство вот здесь весь вектор его работал вот здесь ничего нет что я могу сделать я просто могу подшагнуть ногой здесь я пошел его оборот здесь я могу в лучшем варианте убрать его ноги поставить второе колено поискать захват и да то есть когда мы контролируем перейти либо сайт контроль для лучшей фиксации либо да искать через колено на желатке возможно мало либо например да искать самих это в лучшей ситуации еще раз был здесь встречаю защиту в эту ногу сокращаю пространство иногда мне не получается стать на человека так хорошо чтобы зафиксировать его с первой попытки так же это у нас не всегда получается протягал с первого раза он начинает защищаться от этой ноги он защищается от нее ты сейчас как бы ты от нее защищался я могу за счет этого поменять сторону опять же смотрите внимательно давай сюда то есть мы были здесь мы зашли сюда укроза вся с этой стороны он направляет весь симполь своего тела туда куда укроза не сюда да именно сюда то есть вот я здесь я держал его ноги он пытается подвернуться в другую сторону если я сейчас здесь на него просто упаду сейчас я буду на тебя падать я просто ухожу в черепаху полноценную то есть люди бросают пары и ухлеченого века им нечем его схватить и человек от них уходит что я хочу я здесь я был он защищается от этой ноги да защищайся это он защищается от другой я меняю стороны здесь то же самое если он хочет защититься от этой ноги он знает он смотрит на это возможно хочет заблокировать руками открывается пространство и вот здесь я беру ставлю свою колено то есть я сокращаю пространство не вот таким вот падением не волги между нами куча местных а коротеньким движением бам если он хочет защищаться от этой ноги я меняю ноги все это время убираю его ноги и после этого попадаю в сайт-натроль то есть смотрите вот у нас шип вот у нас с ним идет борьба с ногами да условно выводимся я добиваюсь здесь как только я добиваюсь какого-то преимущества здесь он будет защищаться обычно все пытаются додавить додавить здесь затолкать люди вставляют ноги получается вы толкаетесь его ногами это тяжело я здесь он защищается от меня смотрите я здесь я захожу отсюда он защищается от этой ноги я здесь с каждым разом я сокращаюсь и сокращаю пространство и вот я оказываюсь в топ контроль что здесь общего во первых я банально очень быстро прихожу в позицию колено на корпусе это может быть грудь может быть грудь с этой ноги это может быть лицо я сохраняю для себя большую мобильность если он пытается восстановить ноги резкое одногрестное движение я могу выйти назад себя уже меняют стороны делать что другое да я мобильный для прохода гайба при этом я сокращаю пространство после того чтобы попасть в нормальный топ контроль забрать баллы при этом мои колени выбивают из него дыхание потому что колени я в борьбе ставлю сейчас извини Криша и слога с ним боремся я здесь я вбиваю свое колено если он пытается его убрать я жестко вбиваю второе колено если у меня получилось набрать контроль да я уже немножко лишаю его дыхания и моя позиция здесь будет гораздо крепче еще один пример этого смотрите вы условно заходите например в leg drag он пытается вас выжать давай выжимай он пытается вы поджимаете 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 я вот срезаю пространство этой ногой все ему придется защищаться от меня абсолютно с другой стороны то есть я был здесь я давил сюда он меня выталкивает я меняю сторону вот вставляю сюда свое колено я все время на ногах я могу проходить гард если он не успевает защититься от этого колена моментальный сайт контроль теперь посмотрим на всю эту историю сайт контроля мы здесь и иногда я понимаю что я не могу удержать человека как это происходит то есть вот он лежит ну у него условно был гард я его прохожу я у него падаю у меня есть какой-то контроль но я понимаю что дальше я его не удержу то есть я бум что-то здесь есть но он вырывается вырывается и держать его руками достаточно тяжело да что я делаю я упал на человека я держу не получается ножки колени раз отсюда смотрите здесь штамму вытянуть не сказать локоть тянуть его тяжело колено останавливает движение я могу брать за штаны быть гораздо сильнее гораздо динамичнее да окей я чувствую он идет на меня да хоть закройте отдых рук колени я хочу положить его обратно колени работа коленями является очень важным промежуточным звеном и в проходах гарда и в работе сверху то есть когда между нами появляется пространство которое непонятно кому принадлежит из нас то есть такая серая зона да то есть не я его не контролирую не он его не контролирует я не хочу в это пространство нырнуть хватать его камень прижиматься потому что я могу попасть в его ноги я хочу это пространство забирать своими коленями во-первых это собьет дыхание человека во-вторых это дает на контроль дает на мобильность для смены позиции важно иногда за счет того что стоит колено я стою высоко я вижу всю позицию можно и пожалуйста иногда когда вы выйдете здесь сильно давите в лицо или чем-то заняты в районе его плеч вы не видите что происходит с его тазом то есть он начинает подкручивать таз начинает заправлять свои ноги под вас да то есть вы этого можете банально не увидеть ну бывает такое вы слишком сильно в фокусе зато вот здесь я вижу вообще все я вижу все что он делает я вижу каждый его подворот вот каждое его движение я могу на все реагировать ему гораздо тяжелее я гораздо трудно достигаем для него опять же окей я теряю контроль он останавливается я здесь не работает надо я поставил он останавливается я здесь снова коленник коленник да если у меня получилось я прошел с фиксируем не получилось я снова вышел снова попытался премьер каждая попытка для него болезненнее и труднее в защите поэтому когда проходите гарт когда используют стоп-контроль и у вас что-то идет не по плану я предлагаю вам активнее использовать свои колени для того чтобы добиться успеха в следующий раз меньше смотри в мою камеру она главный ракурс у меня на бранжерскую онлайн два курса это проходы гарда с давлением и это топ-контроль в классическом его видео вот это видео поможет вам лучше соединять проход с давлением потому что на видеокурсе у нас именно проход с давлением когда мы забираем кроссфест, когда мы много давим на человека и возможно у вас возникает проблема, что вы все забрали все задавили, но человек постоянно вставляет ноги вы не можете дожать его вставление коленей давление коленей позволит вам это сделать да быстрее занять топ-контроль если вы постоянно занимаете топ-контроль у вас все хорошо с этим работа коленями позволит вам не давать людям уйти из вашего топ-контроля позволит наносить им больше ущерба сильнее отбивает дыхание и позволит быть гораздо более динамичнее вам будет легче набирать баллы поставили коленка, даете ему восстановиться вышли, снова прошли, снова получили баллы на меня смотрят два стеклянных глаза из камеры ждите следующего выпуска три главные особенности семинара от Панкова ничего сложного потому что даже занимаюсь три года за три года на многих семинарах когда приходишь из сложной техники много большой объем информации не всегда укладывается а здесь стандартный вопрос но в этих стандартных вопросах только много нюансов в принципе все те же все делаем то что и на тренировках но вот этих небольших нюансов не хватает чтобы в реальной схватке где-то воспользоваться делаешь себе хуже пробуешь не понимая на самом деле что происходит вот простые вещи я считаю что семинар по самым простым вещам это самый лучший семинар знаете первый раз на семинаре мне нравится очень энергично так надорно двойка и так достаточно душевно так сказать спасибо а полезно вообще? очень полезно да будем применять себя непринужденная атмосфера наполненность знаниями наверное какие-то и нестандартный подход можно сказать при поднесении материала ненависть жесткий прям жесткий контроль тяжей вот за это его больше всего наверное ненавижу и поэтому люблю его семинары потому что плотность вот этого контроля когда на тебе отрабатывает другой человек твой партнер по этим отработкам ты не чувствуешь такого давления но когда на тебя ложится Миша это полная вакханалия какая-то после которой тебе хочется встать и убежать от этого семинара все очень доступно пошагово и самое главное как Миша говорит вначале нужно воспринимать все это буквально и делать именно то что он говорит тогда все будет круто и